Здравствуйте, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания. Продолжается программа «Что происходит с деньгами в Украине?» Также в нашем бренном мире будем сегодня говорить с Сергеем Фурсой. Здравствуйте, Сергей. Сергей – инвестиционный банкир. Добрый вечер. Итак, значит, про деньги. Начнем с простого самого вопроса. 3 миллиарда долларов, которые Украина якобы должна выплатить Российской Федерации. Значит, на ваш взгляд вообще вот эти деньги Украина должна или нет? Она должна, потому что существуют документы, по которым она должна. То есть по моральным, понятно, всем категориям мы не должны, но если мы говорим, что мы хорошие ребята, если мы говорим, что нам нужны инвестиции, мы должны играть по правилам. А любая попытка играть не по правилам приведет к тому, что мы потеряем гораздо больше. А скажите мне, пожалуйста, вот Российская Федерация, которая не примеряет на себя пиджак хорошего парня, а отбирает Крым, например, но при этом там есть иностранные инвестиции. То есть может быть не в этом дело? У них иностранные инвестиции, потому что у них есть нефть. Заберите нефть, уйдут иностранные инвестиции. Поэтому дело и в этом тоже, и в этом тоже. Нам не нужен такой уровень инвестиций, как в Россию, потому что нам нужно что-то большее. Нам надо, мы неконкурентоспособны, там, где Россия конкурентоспособна, у нас нет нефти, мы не можем привлечь, смотрите, какие у нас ресурсы, давайте приходите к нам. Мы должны сказать, что вот здесь правит закон, мы надежный партнер и с нами можно иметь дело. Но рядом находится Российская Федерация, которая может прийти и отобрать ту территорию, на которой, например, находятся ваши инвестиции. Да, но тогда с Российской Федерацией хочется очень много стран других. И, как показала практика, Российская Федерация не приходит дважды в одно и то же место. Соответственно, в этом плане они уже к нам пришли, будем ждать их в другом месте. Хорошо, значит, по поводу этих трех миллиардов долларов. На прошлой неделе руководство Российской Федерации говорило о том, это, по-моему, помощник Владимира Путина, говорил о том, что если Украина вовремя не выплатит долг, Россия будет обращаться в международные суды. А вот проходит всего несколько дней, Путин встречается с руководством Международного валютного фонда и делает уже другое заявление о том, что он, в принципе, готов как бы рассрочить этот платеж на три года, чтобы каждый год Украина выплачивала по миллиарду долларов. О чем все это говорит? Что произошло-то? Ну, суды – это был блеф. А что за фонда? Путин убедился, что фонд поменяет свою политику. Потому что все об этом говорили и говорили, но он не верил. Потому что какая была стратегия Путина? Заблокировать программу МВФ в Украине за счет того, что у нас есть задолженность перед официальным кредитором. Это Россия, в смысле? Да, это Россия. Но МВФ, такие правила у него были раньше, он сказал, мы изменим эти правила. И это делать будет нельзя. Когда до Путина, наконец, довели со стороны Лагарда, что да, это будет сделано, ему пришлось идти вот на эти шаги. Частично он пытается сейчас саботировать это же изменение. Они там вскользь говорят, что вот давайте уже не время это менять, на вот это сейчас. Но, в принципе, понятно, что все это прекрасно понимают, поэтому это изменение будет принято. Поэтому им пришлось идти на реструктуризацию, и придется на нее идти. Ну, то есть пока переговоров о самой реструктуризации нет, да? То есть это пока заявление? Да, Путин, нет. То, что он озвучил, что это уже начало реструктуризации. Поэтому это длительный процесс. Важен сам факт. До этого не торговали, теперь пришли торговаться, а теперь будем. Потому что условия, которые озвучил Путин, они неприемлемы. Это все прекрасно. Это неприемлемо, через год, миллиарды еще через год? Через год, гарантии и так далее, нет. И по-простому, на самом деле, это не то, что потому, что у нас, опять же, позиция, да? Мы же должны быть приличными людьми. У нас позиция какая? Мы-то, может быть, и согласились бы. Но вот мы только что реструктуризировали евробанды, и там записали в документах, что мы не можем давать никому условия лучше. А там какие условия? Напомните нашим зрителям. В этом условии это 20% списания, это 7-75 купон и срок с 19-го до 20-го. То есть переносится срок погашения с 19-го и дальше. То есть, если хотите, да, Владимир Владимирович, вы можете получить эти деньги, но вот на таких условиях приблизительно. Приблизительно. В чем же фишка? Понятно, что, например, тоже ХРК может быть неприемлем для Путина. Это что такое? Это списание. Списание долга. Тем более, что варанты, он уже тоже по условиям, которые мы заключили, он получить не может по определению. Соответственно, вопрос же в том, что не обязательно списывать, чтобы получить те же условия. Мы можем сделать длиннее срок, меньше купона, и по математике это будет то же самое. Так на самом деле лучше будет. То есть проценты заплатим меньше, но при этом как бы получим всю сумму. Да, и будем дольше растягивать, поэтому всю сумму. Это то, к чему мы придем так или иначе, потому что к другому мы ничего прийти не можем, потому что записано нельзя. А позиция Путина, это позиция вот так вот хочу, да, но никто гарантии ему уже давать не будет, понятное дело, и не банковские, и никакие другие. Хорошо, на ваш взгляд вообще, когда могут быть эти проведены переговоры, вот реальные такие по поводу реструктуризации? Они будут долгими. Это не то, что будет в один день сели, приехали, поговорили, привезли, поговорили, услышали, поговорили. Они будут идти долго. Скорее всего, вероятно, наиболее верно, что до 20 декабря, дата погашения, мы не успеем договориться. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот 20 декабря понятно, насколько для Российской Федерации эти деньги, ну, существенны? Насколько для вот самой Российской Федерации это большие деньги? Тут вопрос принципа. Ну, просто вот летом там простили Кубе 32 миллиарда, да, тут 3 миллиарда. Вот так просто, да? Да, понятно, что эти 32 миллиарда никто бы не вернул, но простили, списали. Поэтому пока что, пока что для Российской Федерации это не критические деньги. Хорошо, а для Украины 3 миллиарда? Это существенные деньги. Хорошо, скажите, пожалуйста, где гарантия того, что наши чиновники, вот как мы можем, чтобы, кто за ними будет следить, чтобы они не договорились, знаете, как бы там за какой-нибудь там процент все-таки выплатит Российская Федерация на эти деньги на условиях лучше, чем другие долги выплачиваются. Потому что Наталья Ересико подозревает во всем угодно, в том числе, что она... А я не говорю сейчас про Наталью Ересико. А она будет вести переговоры. А она будет вести переговоры, да? Окей. То есть никто другой не может вести эти переговоры. Ну, эти переговоры будет вести Ересико. Хорошо, договорились. Будем считать, что там все будет чисто. Значит, тогда скажите мне, пожалуйста, что происходит вот с гривной? Три недели прошло с момента местных выборов. Я, знаете, как честный законопослушный гражданин, я не верил, когда все говорили, что держат курс до выборов, а после выборов его отпустят. Ну, почему-то раз вот так произошло 25... Наступило 25 октября, а практически там 26 октября полез курс доллара. И он там был 24 гривны, да, сейчас уже практически 25 гривен наличный курс. Ну, если говорить про Межбанк 23-24, на самом деле, почему так случилось изначально? Потому что все законопослушные граждане подозревали, что оно так пойдет. Я вам честно говорю, я не подозревал, что так пойдет. Вот вы не подозревали, а другие подозревали. Я людям говорил, у нас министр финансов Ересико, да, у нас все будет хорошо. В этот раз не было такого, что держат курс до выборов, потому что в прошлом году тратили резервы. И конечное количество. А сейчас есть меры НБУ, и они бесконечного количества. То есть не такого, что держали, а потом отпустили. Тут, во-первых, психологически, потому что все ждали выбора, а сейчас как полезет, ну, оно и за ожиданиями. А во-вторых, де-факто совпало, что в последние две недели сильно укрепился доллар в мире. Укрепление доллара плюс снижение стоимости всех сырьевых рынков, руда, металл наших сырьевых рынков, оно и давит на гривны существенно. На самом деле, мы там прошли эту гривну, это ни о чем. Это примерно столько же, сколько там ослабло евро, например, по отношению к доллару. Мы же относительно доллара падаем, да, если мы посмотрим относительно евро, мы не падаем. Не падаем практически, окей, хорошо, хорошо. Поэтому это укрепление доллара. Сергей, скажите, пожалуйста, да, почему, почему вот я сейчас насчитал четыре курса в Украине, может быть, их больше, да, но вот я насчитал, там, курс Нацбанка, есть курс Межбанка, курс Наличный в обменниках, да, и вот как бы там реальный курс там черного рынка. Вот почему у нас сейчас так происходит? Курс Нацбанка, курс Межбанка примерно одно и то же, курс Наличный это производная от курса Межбанка, а черный рынок всегда есть, когда есть административные меры. Пока у нас гривна сдерживается административными мерами, всегда будет черный рынок, это неизбежно. То есть, а если не будет этих административных мер, то есть курс сразу же резко повысится? Сейчас, вот в том-то и дело, что причин для этого нет, но поскольку все время фундаментальным основанием снижения курса была паника, то сейчас стрёмно, стрёмно отпускать. И вот это стрёмно, на самом деле, МВФ и Нацбанку. Ка бы чего не вышло, да? Да, да, и выйти может, потому что народ всё ещё психованный. Вот сейчас статистика улучшается, будет улучшаться, улучшаться, будет там 2-3 квартала роста, мы где-то в марте уже сможем так посмотреть на это всё дело и сказать, ну, ребята, ну вот уже всё, давайте не психовать. И давайте сделаем, чтобы оно как-то в банках всё было официально и обменники работали. Да, да, только вот убираются ограничения, сразу черный рынок пропадёт сам по себе, то есть тут вообще даже без вопроса. Эти ограничения, снимать их пока нельзя, ну, просто нельзя, если мы не хотим там какого-то очередного стресса, поэтому снимать нельзя. Со временем снимем. Хорошо, значит, вот ещё, мне кажется, важно, вот скажите, пожалуйста, вообще, насколько вот эти колебания курса доллара, они влияют на настроение инвесторов, вот которые смотрят там на Украину, или это вообще не влияет? Если колебания в рамках допустимого 23-24, оно не влияет, потому что это здорово, это нормально. Для настроения инвесторов плохо, они не будут инвестировать, если они боятся сильных колебаний, да, и у нас есть ожидание, что вот сейчас вот оно куда-то улетит, тогда, понятно, инвесторы не хотят входить в гривневые активы. Сейчас инвесторов сдерживает именно меры Национального банка в том числе, потому что, ну, это спекулятивных инвесторов, по большей части, те, которые могли бы покупать облигации внутренние, например, потому что вход рубль, выход два, да, то есть ты можешь внести деньги, но у тебя нет гарантии, что ты их заберёшь. Это отпугивает всех. Хорошо. Значит, вот с 1 января 2016 года заработает зона свободной торговли с Европейским Союзом. На ваш взгляд, насколько вот это увеличит инвестиционную привлекательность нашей страны? Это увеличит, и увеличит существенно, и, кстати, увеличивает уже, потому что с нашей стороны оно уже есть. Ну, то есть одностороннее, да, то есть украинские товары допущены. Да, 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 для наших товаров уже и так допущено. Почему? Мы самая дешёвая рабочая сила, зачем везти из Китая, пока роботозаводы не построены где-то в Европе, надо люди строить. Люди у нас дешёвые, граница с Европейским Союзом, вот. Соответственно, здесь можно максимально дёшево производить что-то, что потом потребляется в Европе. Тогда почему у нас это не производится? Почему это по-прежнему производится в Китае? Потому что пока что у нас не было зоны свободной торговли с Европейским Союзом, потому что последние два года у нас война и все прочие неприятности, которые, ну, никак не позволяют открыть здесь всё что угодно. Потому что люди, китайцы приезжают, смотрят, все смотрят, все готовятся. Ну, просто надо снять вот этот вот риск войны полностью, потому что сейчас, на самом деле, ну, на самом деле он уже снят по-хорошему для инвесторов в их головах. Но это зачастую большие бюрократические процедуры, потому что нужно по цепочке принять решение. И, соответственно, вот Сорос – это первый, да, кто… Значит так, сегодня, вот расскажите, сегодня я прочитал такое сообщение, что Джордж Сорос, известнейший международный финансист и филантроп, заявил о том, что он покупает. Или уже сегодня сделка произошла, да? Ну, когда там конкретно сделка произойдёт, непонятно, но о сделке заявлено. Что он купил? Часть украинской компании. Что за компания? Значит, было две новости. Во-первых, вместе с Dragon Capital'ом Сорос основывает новый фонд прямых инвестиций. Это отдельный фонд, который будет инвестировать ещё не в определённые объекты. А во-вторых, сам фонд Сорос, это другие деньги, приобрёл долю Horizon Capital, это, кстати, бывший фонд министра финансов, и основного акционера компании Cyclum. Cyclum – это датский вроде как айтишник, но весь бизнес у него здесь в основном. Хорошо, вот смотрите, о чём это говорит, если это датская компания, которая просто здесь что, здесь производится, как бы производство находится? Здесь, да, айтишники. Хорошо, но это, знаете, я сейчас так спрошу, смотрите, вот когда говорят о том, что айтишники в Украине хорошо получают, ну, например, да, там хорошо зарабатывают, они действительно хорошо зарабатывают по сравнению с каким-то производством здесь в Украине. Но на самом деле, ведь они же в большинстве случаев работают просто, свою прибавочную стоимость они отдают на Запад западным компаниям. Вот в случае с этой компанией, это как бы украинская будет прибавочная стоимость, или это просто торговля, там, ресурсная такая же торговля, как торговля, не знаю, там, углём, железнорудой и так дальше? В основном это аутсорс, это аутсорс, но это аутсорс, который приносит прибыль. Соответственно, это инвестиция в IT-сектор в Украине, это не Apple, где вот Apple, это конечное, да, а вот это всё, что делается там где-то вот, но это кусок… Они оказывают услуги для других компаний. Да, да, это какой-то кусок цепи, который, да, производится в Украине, потому что здесь дешевле, потому что здесь есть айтишники, которые, да, получают выше, чем в среднем по Украине, но ниже, чем в любой другой точке мира. Или столько же, но, скорее всего, ниже, опять же, налогов нету для айтишников. Хорошо, скажите, пожалуйста, господин Сорос, вот это его приход, заход такой, теперь уже такими деньгами в Украину, не в благотворительность, не в благотворительные фонды, а именно в бизнес, это может послужить сигналом для всех остальных там серьёзных инвесторов? Безусловно, это лучшая новость, которую мы слышали за последние полгода. Это лучше, чем сделал весь Минстед за последние полгода, потому что инвесторы, они ходят косяками. Вот приходит акула, а за ним идёт косяк вот этих рыб-прилипал, которые… Они первыми никогда не решатся войти. Нужно, чтобы вошёл кто-то большой, и это был сигнал для них, да, можно, смотрите, вот ему можно. Значит, он-то посчитал, он умный, он всё знает, у него везде связи, у него связи с ГАЗДЭП, у него связи в правительстве, значит, можно. А у него действительно есть связи в правительстве в нашем? Мы же не знаем. Нет, ну связи, то есть он знает этих людей, и эти люди знают Сороса. Как вы думаете, как скоро господин Сорос может столкнуться с реалиями нашими, да, не знаю, там, с налоговыми инспекторами, с налоговой милицией, там, ещё с кем-нибудь, которые придут? Господин Сорос прекрасно это вот… Он знает это прекрасно. Этот могучий человек, да, этот могучий старик, он всё прекрасно понимает. Он там недавно женился, и у него очень хорошо соображает голова. Он встречался с налоговыми инспекторами Украины? Нет, я думаю, он просто знает беспредел налоговых инспекторов Украины. Но, понимая налоговых инспекторов Украины, им зачем ссориться? Они же зарабатывают деньги там, где это можно заработать. Тихо вы имеете это, да? Да, да. А если они придут к Соросу, то Сорос позвонит Байдену. Байден позвонит, ну, всем будет плохо, да, поэтому к Соросу лучше не приходить. То же самое сейчас, например, по НДС. Украинские компании жалуются, что всё плохо, их за откат приходится возвращать НДС, как всегда, ничего не изменилось. Тот же немецкий бизнес приходит и говорит, а уже хорошо. Поэтому вот… В смысле для них НДС возвращают при экспортных операциях, как и должно быть. Да, да, автоматически всё хорошо, всё красиво. Поэтому бизнес, который войдёт в Сорос, тоже получит вот такую вот защиту в имени Сороса акционеры. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы оцениваете вообще, сколько Украине нужно денег? Вот в виде таких просто прямых инвестиций? Ну, много это… Нет, нет оценки. Столько или столько? Столько. Нет оценки, потому что это десятки миллиардов долларов. Слушайте, ну вы же инвестиционная компания, да, вы там руководите по направлению. Вот десятки миллиардов долларов. Вот сейчас задам просто самый простой пример. Вот не знаю, там Сорос или другие просто инвесторы приходят к вам и говорят, вот у нас есть там свободные деньги, не знаю, там 5 миллиардов. Вы найдёте нам их применение там в Украине или нет? Найдём. Мы скажем, смотрите, приватизация. Давайте участвовать в приватизации. Кстати, вот приватизация… То есть готова ли Украина вообще переварить вот сейчас? Такое количество денег. Это очень сложно для Украины переварить, потому что вот именно поэтому для нас важно вот с нуля создавать. Потому что очень часто жалуются, что нет компаний, которые соответствуют высоким стандартам. Почему хорошо было купить циклом? Там уже давно Horizon Акционер, соответственно, у них выстроили все красивые процессы и так далее. Таких компаний очень мало в Украине. И действительно есть дефицит. В мире очень много денег, потенциально есть интересная Украина, и есть дефицит. В этом плане нам должна помочь приватизация на первом этапе, который вот если мы продадим Центр Энерго и Одесский Припортовый так красиво, как второй раз Криворсталь, это станет еще одним сигналом наравне с приходом Сороса. Примерно равнозначным, потому что вот смотрите можно. А потом уже будут подтягиваться разного рода компании. Потому что на данном, да, у нас есть дефицит хороших компаний с красивым управлением, чтобы инвестор пришел и понял, куда он вообще пришел. Смотрите, в одном из блогов вы писали о том, что рынок Европейского Союза – это там не единственное, к чему стоит стремиться украинскому производителю, вообще украинской экономике, украинским гражданам. Что нам нужно обращать внимание на другие рынки. Ну, какие именно? Ну, на самом деле, почему Европа тяжело? Потому что мы там не очень конкурентоспособны. Потому что мы делаем все-таки качество немножко не такое. А чем нам поможет зона свободной торговли? Тем, что если мы сертифицированы под Европу, мы сертифицируем под весь мир. Наши рынки пока что – это Азия, это Северная Африка, ну вот это вот наше все. И бывший Советский Союз, там Казахстан, Узбекистан, вот это вот часть. Вот смотрите, страна бывшего Советского Союза, которая себя объявила правоприемником бывшего Советского Союза, Российская Федерация, значит, с 1 января 2016 года вводит запрет на ввоз в страну продовольственных товаров из Украины. Об этом сегодня сообщил министр экономического развития этой самой Российской Федерации Алексей Улюкаев. Цитата, значит, поскольку Украина присоединилась с санкциям против Российской Федерации, вот, да, господин Улюкаев, вот это он, значит, поскольку Украина присоединилась с санкциям против Российской Федерации, экономическим, финансовым и так далее, мы приняли решение обведения защитных мер в виде продовольственного эмбарго. Просто это решение имеет отсроченный характер, оно тоже отсрочено до 1 января. С высокой степенью вероятности нам придется в одностороннем порядке защищать свой рынок от неконтролируемого доступа товаров через таможенную территорию Украины, товаров из третьих стран, прежде всего из Европейского Союза. Эта защита будет идти, прежде всего, по линии ведения режима наибольшего благоприятствования. Оснований для того, чтобы сохранять нулевую ставку таможенного тарифа с Украины в такой ситуации мы иметь не будем. Значит, ваш комментарий словам господина Люкаева и вообще ситуации в Украине, которая с этим связывается. Ну, эта ситуация началась же не сегодня. Украинский бизнес с августа 2013 года чувствует на себя давление вот этих всех нерациональных истерических шагов. Соответственно, бизнес уже привык. Как сказал Косюк в интервью России, это уже отрезанный ломать. Мы давно уже два года должны были понять. Все, этот рынок не прогнозируем. Тут никто ничего не понимает. И надо было готовиться к этому. Да, да. И на самом деле экспорт в России в доле нашего экспорта упал там с 47% до 12%. Поэтому критично, ну это больно, конечно, но бизнес должен был готовиться. И бизнес готовился к этому, потому что… А вы уверены, что весь бизнес готовился? А может быть кто-то, знаете, просто вкладывал деньги, не знаю, там, ну в какую-то партию, чтобы она прошла на парламентских выборах, там восстановили снова такие там связи с братским народом и так дальше? Ну так ему и надо. А вот, ну, нет, нет, я понимаю, то есть, а сейчас бизнес опять начнет говорить этот вот крупный бизнес, я думаю, в первую очередь, да? Нет, не начнет. Крупный бизнес, на самом деле, не имеет никакого отношения к России, та же металлургия никогда экспорт в Россию не гоняла. Окей. Туда идет молочка, какая-то пищевая продукция, это не крупный бизнес, который… Ну, достаточно крупный, скажем. Ну, он не достаточно крупный, чтобы что-то там сказать. Чтобы что-то сказать сладкое, например. И опять же, у нас на кону ассоциация, это же мера из-за ассоциации с Европой, ну мы не отменим уже ее, поэтому это без вопросов. А скажите, пожалуйста, ну вот господин Улюкаев, я понимаю, что как бы, ну, всерьез комментировать, ну это не связано с тем, что там попадут товары из Европейского Союза на территорию Российской Федерации, но на самом деле, вот Российская Федерация что-то потеряет после прекращения поставок товаров из Украины? Или она, ну это как бы не имеет никакого значения для самой Российской Федерации? Она потеряет, это опять приведет к росту, например, инфляции в России, потому что украинские дешевые там продукты, сыры, молоко и так далее, которые еще попадали на рынок, они создавали определенную конкуренцию. Российским товарам? Российским товарам, да. Теперь их не будет, соответственно, там, конкуренция меньше, цены выше. В принципе, когда прекращается торговля между двумя странами, теряют две страны, это априори. Кто-то меньше, кто-то больше, да, мы пропорционально своей экономике потеряем, конечно, больше, но это неизбежный шаг, на который мы должны были рано или поздно. Про потери. Значит, сегодня вот эти потери украинской стороны оценил премьер-министр Украины Арсений Ценюк на заседании Кабинета министров. Он сказал, что мы потеряем около 600 миллионов экспорта в Российскую Федерацию, 600 миллионов долларов США. Значит, но мы готовимся к тому, что Россия ведет торговые ограничения против Украины. Украина провела вот свою оценку уже потенциальных потерь от введения эмбарго, по крайней мере, на 2016 год. Но при этом господин Ценюк считает, что зависимость Украины от России уменьшилась в три раза. Если раньше наша зависимость составляла 35%, то теперь она на уровне 12,5%. И при этом пример еще назвал эмбарго России незаконным и добавил, что это очередное проявление экономической агрессии против Украин. На самом ли деле вот это так, что сейчас уменьшилась в три раза уже зависимость? Да, это правда. Доля экспорта, то, что я говорил, уменьшилась в три раза, поэтому тут и эффект гораздо ниже будет. И плюс, надо не забывать, есть прекрасная страна Беларусь. Если там есть креветки, то там есть сырые молочка, безусловно. Сырые молочка, которые каким-то образом, да, вот будут там. Или вот эти вот знаменитые, я вот сейчас даже не знаю, кавуны, херсонские кавуны, выращенные в Беларуси, например. Если там есть морепродукты, то там арбузы. Да может быть эти арбузы вполне как бы расти. Тем более там могут быть астраханские арбузы, то есть там. Все что угодно. Хорошо, если мы сейчас еще, еще буквально несколько слов. Скажите мне, пожалуйста, вот ходит такая легенда по поводу 50 миллиардов долларов, которые якобы есть на руках у украинцев. Если они есть, то возможно ли их привлечь для того, чтобы заработала украинская экономика? Ну не знаю, там создание фонда Сороса специально вот под его имя, чтобы люди понесли деньги и доверили этому человеку. И второй вопрос. А может быть их просто на самом деле нет или они есть, но как бы они никогда не будут доступны? Столько, сколько их называют, их нет. Потому что в эти расчеты, вот вроде как существующих денег на руках, это теневая экономика входит. Соответственно, она забирает большую часть этих денег. А все прочие деньги, ну вряд ли люди доверят Соросу, даже Соросу, а тем более, если у них в партнерах будут еще какие-то украинцы. Не доверят. А почему вы думаете не доверят? Государству не доверяют, никому не доверяют. А Соросу может быть доверят? Соросу может быть доверят, но это надо Соросу идти в розницу. Сорос слишком старт. Такую маленькую, то есть компания, которая была бы максимально приближена к конкретному. Да, но это надо людей, которые будут собирать эти деньги. Ну зачем ему это надо? Это не то, что ему интересно на данном этапе. А куда деньги девают? Вот Киев весь застроен. И строится, и строится. И цены на недвижимость не падают, хотя все упало. Поэтому деньги сейчас откладывают вот туда, в строительство, например. Забрали из банка, вложили туда. Но это нет такого, что 50 миллиардов долларов. Их просто не существует. А почему тогда такая цифра постоянно гуляет? Это оценка кэша, который вроде как на руках. А кэш обслуживает теневую экономику. То есть он не лежит в заначках где-то? Да, он работает, просто работает вне банковской системы. Хорошо, смотрите. Впервые за последний год наметился рост продаж легкового автотранспорта. Раньше, постоянно, с начала 2014 года происходило снижение. И вот сейчас по сравнению с октябрем немножко даже увеличилось количество продаж. По сравнению с сентябрем. В сентябре там чуть больше 4 тысяч, в октябре чуть больше 5 тысяч. Это индикатор того, что экономика восстанавливается, и люди меняются потребительские настроения, и люди готовы уже покупать какие-то дорогие товары, и не просто деньги откладывать на черный день. Это индикатор дна, безусловно. Но гораздо лучше, если мы видим это, потребительские настроения улучшаются. И мы видим данные в третьем квартале уже плюс 1% рост ОВП к кварталу к кварталу. И сегодня вышли данные индустриальное производство в Украине, промышленное производство, плюс 7% октябрь к сентябрю. Эти данные там еще более характерны. А октябрь этого года, к сентябрю этого же года? Да, год-году минус 5, но это объективно, потому что у нас год-году сейчас сильные провалы. До марта это будут сильные цифры. Что будет вывозить украинскую экономику? Ну, то есть, не знаю, если не пищевая промышленность, то что? Куда пойдут самые интересные инвестиции? Инвестиции пойдут в агросектор, конечно, который интересен, но это не то, что может драйвить украинскую экономику, потому что это все сырьевой придаток, вы сырьевой придаток. Инвестиции, которые пойдут в инфраструктуру, могут быть очень интересны в этом плане. Порты, дороги и так далее. А там можно заработать? Там можно очень много заработать, а главное, туда можно очень много вложить. У нас, на самом деле, чуть ли не последние порты в мире, которые не частны. Соответственно, очень большой интерес потенциально идет к портам. Ну, и в любой такой инфраструктуре. Там большие вложения, и они дают большой выклоп для экономики в целом. Поэтому инфраструктура, это агросектор. Конечно, там разного рода машиностроение и так далее тоже, но тут вопрос, что какого типа, да, потому что мы часть много машиностроения потеряли. Уже на сырьевых рынках такой цикл, что никакая там руда, металлургия и так далее настянуть никуда не будет. Это уже абуза. А так, возможно, разного рода потребительский спрос, который будет стимулировать. А в Украине, да? Имеется в виду потребительский спрос, который будет стимулировать производство каких-то товаров в Украине? Да, ну и в принципе, на самом деле, часть ВВП, которая приходится на розничные продажи, она всегда очень высока. Это очень хороший сегмент. И мы видим, например, в этом году в Киеве бум разного рода фестивалей, еще чего-то. То есть бум вот такого вот потребления за счет энергии высвободившихся граждан, которые что-то там придумывают и так далее. Это очень хорошо. Но в принципе, это инфраструктура, это стройка, это строительство, потому что тот же Киев, если его сделать грамотно, там будут большие вложения. Посмотрим, что получится в Одессе. Ну, там точно такой же фокус. Это инфраструктура, это дороги и агросектор. То есть тут везде примерно одно и то же по всей стране. Хорошо. Сергей, скажите, пожалуйста, вот такой момент. Есть ли на сегодняшний день, что предложить инвестиционным компаниям, просто гражданам нашей страны? Есть ли, ну, есть просто вот физически. Вот как вы говорите, да, там Сорос не пойдет работать в розницу, что называется. А инвестиционные компании есть, которые работают в розницу? Есть, просто розница почти не осталась. Спасибо. Сергей Фурс, инвестиционный банкир, был гостем нашей студии. Сегодня, напомню, мы говорили про самые разные вещи. Значит, уточнили, что вот 3 миллиарда долларов, которые требует Российская Федерация от Украины, значит, она, если и получит, то получит на условиях не лучше, чем другие кредиторы. Значит, что для Украины, это на самом деле достаточно большие деньги, но когда и как они будут выплачены, это будет выяснено только в результате переговоров. Ну, также говорили о том, что зависимость Украины все меньше и меньше от рынка Российской Федерации, а с 1 января 2016 года уже полноценно заработает зона свободной торговли с Европейским Союзом, между Украиной и Европейским Союзом. Спасибо, что были с нами. Программа «Что происходит?». Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.